Главный тренер хоккейной команды «Спартак» Борис Олегович Миронов. Пожалуйста, ваш комментарий. Ну, во-первых, поздравляю всех болельщиков с победой. Пожелаю Новому году здоровья, счастья, долгих лет жизни. Поэтому по игре я хотел бы сказать, очень тяжелая игра для нас сегодня складывалась все 60 минут. Но, ребята, дотерпели, вытерпели, потому что первая игра после перерыва, она всегда тяжелая. Где-то игровой темп разбивался. Ну, отдать должное ребятам. Ребята молодцы. Выиграли два очка, собрали. Готовимся к следующей игре. Спасибо. Вопросы? Дмитрий Ряков, Спартак 4. Борис Олегович, согласны ли с тем, что, наверное, сегодня переиграли Сибирь во многом тактически, в разрушении? То есть грамотно сегодня выстраивались, бронялись? Ну, знаете, мы перед каждой игрой, с любой командой разбираем полностью команду. Мы знали, что команда Сибирь системная, команда очень хорошо играет. В средней зоне оборону держит. В своей зоне пытается на контратаках. Мы это все разобрали, донесли до ребят. Сделали план на игру. Они его выполнили, выдержали. Где-то было, да, тяжело, может быть, физически, но по самоотдаче и желанию нет вопросов. Поэтому, конечно, разбирали. Насколько сегодня вообще определяли вратаря, исходя из того, что для Алексея Красикова принципиальный матч Новосибирский? Сколько вы можете оценить, что вот этот, может быть, настрой сегодня сказался положительной стороны в игре? Ну, знаете, есть тренер вратарь, с которым мы общаемся. В принципе, сегодня должен был играть у нас Данск. Ну, с утра он почувствовал легкое недомогание. Пришлось Красикова ставить сегодня на игру. Ну, у нас нет первого и второго номера вратаря. У нас два хороших вратаря, на которых мы всегда рассчитываем. Ну, а для Красикова, конечно, это была дополнительная мотивация. Он играл в команде Сибирь, поэтому... Но, опять же, мы не выделяем никого поименного. Сегодня играла команда все 22 человека. Еще вопросы у кого-то будут? Нет? Все, спасибо вам. Спасибо большое.